Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы поговорим с вами про ВК 7501K. Как вы можете видеть на экранах, на официальном портале World of Tanks вышла новость, что данный танк теперь доступен в продажу. Это прем танк недели. Мы уже разбирали многие танки и вот вышел он. Всего лишь на неделю, будет он доступен до 6 апреля, 12 часов по московскому времени. Как всегда здесь 3 пакета, стандарт, продвинутый и максимум. Кому какой выбирать, кому что покупать, решайте каждый вы. Я лишь скажу то, что цена танка стоит 1825 рублей. По сути это в принципе не так дорого. Если зайти в прем магазин и посмотреть сколько стоят другие ТТ, далеко не самые лучшие, то это в принципе адекватная цена. Если выбирать между американским Т-34, который стоит 2700 и этот, разница практически в 1000 рублей, то я уж лучше выберу немца. Если смотреть на МХ МЛЕ 2600, ИС-4 2662, ВК 168-01П 2600, тот же 112-й 2400. И по факту это очень-очень дешевый вариант. У нас наравне с этим танком стоит же муц, да, рева там чуть подешевле, но все равно, то есть это такой дешевый танк. Этому уже нужно отдать внимание. Следующее. Если смотреть на внешний вид данного танка, то он очень-очень похож на тапки 9 уровня и вы не будете ошибаться. Это действительно практически такой же тапок 9 уровня, только типа занерфленный в некоторых ТТХ, измененный и все вот так. То есть тяп-ляп и вот на 8 уровень. Основной плюс, наверное, данного танка, это, конечно, его внешний вид. Мне нравится, мне вообще нравятся немецкие танки с точки зрения визуальной, да, они очень такие строгие, не знаю, вот такие дизайнерские, кайфово выполнены. Вот, ей-богу, я по-другому не могу описать. Мне он очень-очень нравится по внешнему виду, вы можете видеть, как он сделан. И вот эти все стыки, да, они прямые, здесь мало чего есть закругленного, все, он такой квадратное, интересное. Но это плюс-плюс на минус, тут кому что нравится, кому-то нравится, кому-то нет. Следующее, это его, конечно же, орудие. То есть, по факту, все. Все остальные плюсы, как таковые, они закончены, их нету. Да, можно тут подробно разбирать альфу, бронь пробить, но если, в общем, взять орудие, да, броню, я плюс-минус за основу не брал. Да, она может танчить, но там свои нюансы, мобильность нет, ну, типа, незаметность нет, обзор, да, он такой средненький, даже лучше среднего, и все. То есть, по факту, это все. Давайте подробно разберем. Орудие с альфой в 490, что у нас здесь есть? У нас есть два снаряда, ну, фугас, как бы, я не буду в особенность брать, хотя здесь фугас с альфой в 630. Нужно понимать то, что по скорпам давать с бронепробитием в 65, это неплохо. Что у нас по снарядам? 226 пробивает основной, это ББшка и 263 голдовы. Что я бы хотел отметить, что у основного, что у голдового снаряда очень хорошая цена, она вполне себе адекватная. 1050 основной стоит и 4800 голдовый. Чтобы понимали, у нас некоторые танки с альфой в 300, в 280, в 240 имеют такую же цену, как танк с альфой в 490. И это подразумевает тот факт, что на этом танке можно очень хорошо фармить, и это неплохо. Что у нас по скорости? 920 летает ББшка, в принципе неплохо, это средняя скорость 1150 под калибр, это неплохо. То есть по скорости полета снаряда проблем никаких нет. По комфортности ведения огня, здесь 2.7 время сведения, ну и 0.39 точность. Я вам скажу так, относительно других ТТ, этот танк далеко не самый косой. Да, здесь нету супер стабилизации, супер точности, времени сведения, но 2.7, 0.39 для такой точности, для такой альфы, прошу прощения, это вполне себе неплохо. Вы возьмите за основу защитника или другие танки с такой же большой альфой, у них показателей будут гораздо меньше. Здесь у нас так, вы можете сказать за мобильность, еще за что-то, но я сравниваю именно орудия по комфортности. И в принципе для такой альфы это очень-очень неплохо. Перезарядка, не могу сказать, что здесь у нас больно уж радужно, потому что базовый ДПМ 1651, что очень-очень мало. Но если все раскачать, то перезарядка будет в районе 14 секунд, 14.5, и это уже более-менее. Конечно, нужно понимать то, что да, давать тычку на такую альфу приятно, но если вы не пробьете, то перезарядка уж слишком долгая. И всякие ДПМные, карнервоны и тому подобные танки будут вас разбирать. С этим нужно тоже быть аккуратным и к стрельбе относиться внимательно. 40 снарядов, в принципе, этого хватает, но бывают такие бои, что вы можете вообще все расстрелять. Не знаю, как у вас так может получиться, но такие бои случаются. Кстати, забыл упомянуть то, что калибр данного орудия 128 мм, то есть очень-очень большое. Следующий минус данной пушки, это тот минус, который может не понравиться многим. Это всего лишь 5 градусов, орудие опускается вниз, и заднее расположение башни в совокупности дает вам то, что вы практически никак не можете играть от рельефа. Это очень плохо, и в этом плане танк неудобный, но это вот такой вот минус, я должен был вам сказать. По броне это совершенно отдельная история, здесь я не могу вам сказать то, что танк капец как танчит или не танчит. Я могу сказать так, куда его пробивать? Пробивать в нижний бронелист, там в принципе слабенько, 194, 160, 195, то есть практически нижний бронелист, если у вас калибр орудия более-менее неплохой, и бронепробитие где-то от 180, стреляете в нижний бронелист, процентом 95 вы будете туда пробивать. Следующая комбашенка, она еще слабее, и если вы видите комбашенку, то лучше стреляете в нее, потому что ее пробить еще проще, чем нижний бронелист. Следующее слабое место, это счетчики башни, но они поскольку по стольке слабые, если вы стреляете голдой, там 250 мм, то есть где-то вот 230-260, вот это такой радиус брони в счетчиках башни. Соответственно, если у вас голда 270, или вообще бронепробитие, да, 270-280, то кидаете спокойно. Верхний бронелист способен танчить, там 280 мм, но попадая против десяток, конечно, он тает. Если играть через ромб, конечно же, все доворачивается, делается гораздо больше, угол встречи снаряда и все такое, и танк становится, ну, более-менее, конечно, бронированным. Но тут тоже сложно, у него очень уязвимые модули, частенько он подгорает, взрывается БК, движок ритуется, и в этом плане он немножко такой, знаете, крита сборный, то есть не совсем удачное расположение модулей. Поэтому тоже нужно помнить, и вы без того медленный, вас будет часто критовать, если у вас подгорают от медленных танков, то я бы вам не советовал садиться за него. То есть в плане брони танк может потанчить, но не так уверенно, то есть до поры до времени его могут не пробивать, потом заряжают голду, все это, в принципе, нивелируется. 1600 хп, это выше среднего, это неплохо, в основном утяжей там 1500-1450, ну и здесь 1600, это не КВ-4, не КВ-5, которых еще больше. Но это тоже очень хорошая цифра. По мобильности танк медленный, и что в маневре, что в наборе скорости всего лишь 22 градуса он поворачивается на месте, это очень мало. Максималка 30 вперед, 15 назад, уделение мощности 12, здесь все плохо, но нужно понимать, вот знаете, данная пушка, она плюс, но по всем остальным характеристикам она идет в минус. И то есть она вот своей альфой, так сказать, нивелирует вашу там где-то броню, где-то мобильность, где-то незаметность, все. То есть, по сути, один показатель забирает все остальные. Ну и, собственно говоря, если говорить о незаметности, ее здесь абсолютно нету. Танк, кстати, очень габаритный и очень массивный, он весит 80 тонн, это далеко не каждая десятка, далеко даже не каждый танк десятого уровня будет столько весить. Это прям большие цифры. Если говорить о каких-то явных плюсах и минусах данного танка, тут сложно даже что-то выделить. Конечно, плюс это бронь пробития. Что голдовое, что основное, оно неплохое и позволяет при этом более-менее играть, потому что 226 мм базовое бронь пробитие, голдовое 263, плюс цена снаряда очень хорошая. Конечно же, альфа 490 единиц, это самый большой показатель среди всех одноклассников. Это очень много. В принципе, броня где-то позволяет, да, потому что 180 мм в корпусе и 250 мм в башне, плюс еще рациональные углы наклона бронелистов позволяют вам танчить. Но он пробивается, то есть он даже шестерками пробивается. Цена, если говорить уж так объективно, цена. Ну и в принципе все. Если вы очень эффективно играете от альфы, этот танк просто один из лучших для вас. Вот я вам отвечаю, он вам понравится даже больше, чем защитник. Ну и кстати, что ставить на данный танк, я думаю, вы уже из картинки вам было понятно, я специально поставил, чтобы не забыть. Это досылатель, это стабилизатор и вентиль. Конечно, здесь можно поэкспериментировать, поставить усиленные привды наводки вместо, допустим, вентиля. Тут кому что нравится, но я лично нашел для себя вот такую сборку. Если посмотреть в статистику, что мне очень понравилось, удивительно, да, танк с такой большой альфой, наверное, настреливает много. Но он далеко не первый, его обгоняют такие танки, для многих, может, они будут невзрачные, да. Это Канон Як-Панзер 105, допустим, ПТ-шка. Это Туртл, это Т-103 ПТ-шка, которая далеко не всем зашла. Это ТЛ-1 ЛПС, это СТГ. Ну и тут их очень много, ребят. На самом деле он находится где-то на 20-м месте по среднему урону среди всех танков 8-го уровня. Вы представляете, на 20-м месте с такой альфой. По проценту побед и того ниже, потому что это прям он где-то в топ-30 входит. Но это далеко не плохо, потому что всего на 8-м уровне там танков так под 70-80, то есть он как бы в плюсе, да, он так в топе держится, но не в верхушке. Тот же защитник и в проценте побед и в среднем уроне выше. И поэтому этот танк зайдет далеко не всем. Вот серьезно, не всем. Но если вы смотрите на танк, который, ну, как вам сказать, не затрачивает слишком много энергии от вас, да, слишком большой там какой-то мозговой активности, он действительно подойдет. Вы приехали на позицию, вы встали, и дай бог, если ВБР будет к вам благосклонен, тысячи две, две с половиной на этом танке нас стрелять не составляет прям большой проблемы. Потому что, ну, ты четыре тычки дал, у тебя две тысячи. Это тот же, как бы, знаете, это орудие плюс-минус того же Скорпиона, я не говорю за скорострельность, ДПМ и все остальное. То есть это альфа Скорпиона только вот вблизи на бронированном танке. Все. И вот если вы сможете это сделать, отыграть от этого, то он вам вполне зайдет. Если нет, то может не зайти. Вот знаете, вот здесь палка о двух концах, то есть нет такой золотой середины. Либо он вам капец как не зайдет, либо зайдет. Почему-то я так считаю, не знаю, вот исходя из своего опыта игры и всего остального. Надеюсь, вам это видео понравилось. Конечно, цена адекватная, 1800 рублей с копейками. Но тут кому как, ребят. Честно, я не могу вам сказать. Тут вы смотрите сами. Вот серьезно. На сегодня все, ребят. Если вам понравилось видео, то прожмите лайк. Я постарался все разобрать, абсолютно все, что касается данного танка. И бой, и броню, и вообще вот все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте это видео, прожмите колокольчик, чтобы не забыть, да, чтобы получить уведомления о том, что выходят новые видео и стримы. И приходите к нам на стрим. У нас всегда весело. Все, ребят. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»